Добрый день. Неделю назад отошли воды. На 15-16 неделях был медикаментозный аборт. Пришел результат гистологии. Плацентарная недостаточность, хроническая, субкомпенсированная, с острой декомпенсацией. Нарушение ветвления, созревание ворсинчатого хориона, хориоамнионид, субхорионид, разные воспалительные изменения. Дальше тоже мембранит, хориодетидуэт. Что все это значит? По гистологии это значит, что функция плаценты была нарушена с самого начала. Если 15-16 недель это произошло, то это достаточно, ну не сказать, что большой или маленький, это средний такой срок. Когда, кстати, на 15-16 неделях часто могут быть прерывания и из-за каких-то аутоиммунных процессов, и из-за нарушения в свертывании крови. Поэтому, да, иногда, допустим, за счет сосудистого спазма, иногда все вместе. Поэтому нужно смотреть, причину искать. Причина в этой гистологии не указывает, ну ее нельзя посмотреть по гистологии. Вот, то есть она не специфична, но говорит о том, что плацента сформировалась плохо, и когда ребеночек стал уже достаточно большой, ему не перестало хватать вот этой функции плаценты. И нужно обязательно перед планированием следующей беременности попытаться найти причину, что помешало развитию и росту плаценты. Ее лучше, да, вот как-то не тяжело сейчас, ее лучше, да, вот какие-то анализы сдавать сразу на антифосфолипидные, допустим, антинуклеарные тела, на свертывание крови. Потому что они могут быть вне беременности, а после беременности могут потихонечку уходить. Мы их иногда не видим, и они потом появляются только во время беременности. Поэтому, Алена, да, постарайтесь, ну вот, насколько это возможно, как можно раньше начать обследование, да, вот как бы это ни было тяжело, потому что это важно будет для следующей беременности, чтобы максимально хорошо провести их. Вот, да, вы можете к нам обратиться и очно, и онлайн, да, вот все анализы, которые у вас есть, прислать на первую консультацию по этой беременности, результаты первого скрининга, да, там, если есть вот какие-то еще другие ультразвуки, например. Вот, для того, чтобы эти причины определить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова